Дела у человека, который считает себя искренне невиновным и сидит в тюрьме, конечно, плачевные дела, только в этом отношении. Что касается всего остального, нет, все нормально, я еще раз говорю, всем передаю огромный привет, все, кто знает, все, какие мероприятия мы где делали, с кем бы мы ни пересекались, все меня хорошо знают, поэтому еще раз говорю, ни в коем случае, ни в чем не разочаровываемся, нормально все, такие, к сожалению, обстоятельства. Я уверен, что в законном порядке, я все докажу, и все это вернется на круги своя, но, к сожалению, сейчас что поделать, пока приходится находиться здесь. Как ты себя чувствуешь? Здорово? Как вам сказать, на хорошей диете, я бы сказал так. Да нет, все в целом, можно сказать, что относительно все в порядке. Конечно, для человека снаружи такого рода заведения, да, кажется, что здесь прям все, жизнь обрывается. На самом деле, я еще раз говорю, есть книги, есть законы, и каждый человек, который может и хочет заниматься саморазвитием и развиваться, он это будет делать в любом месте. Поэтому вот стараюсь тоже спортиком заниматься, насколько это возможно, вот в таких вот условиях, и, соответственно, читать, 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 еще раз читать. А, кстати, вот то, что получается периодически посмотреть новости, спасибо за информацию, господа, спасибо. А свидания с родными разрешают? Ну, в установленном, опять же, порядке, вот сколько положено, столько, да, два свидания в месяц положено, вот, соответственно, два свидания в месяц разрешается. Скажи, сейчас творчеством занимаешься, что-нибудь новое придумал? Вам прочесть что-нибудь? Да. Так, а хороший вопрос, только прочесть что? Но, вы знаете, я на самом деле, вот, только чтобы это не показалось крамольным, но все же меня все равно знают как гаишник, и я же повернут на этом, я же уже такой гаишник с профдеформацией. А, спасибо огромное, спасибо. И я, на самом деле, вот по этому поводу думал, мы, не хватало времени, чтобы что-то сочинить такое, вот, детям в садик, чтобы можно было как-то обучать ребят. Именно проще воспринимать дорогу. Поэтому, сейчас, секундочку, я... Слушай, профилактическая работа продолжается. Многое сочинилось так вот? Ну, целая тетрадь в списке. Да, да, да. Ну, что-либо, что тебе особенно нравится. Значит, момент какой? Хочу просто, ну, там уже, как считаете нужным, там, что пообрезаете, что не нужно. Значит, две вещи, которые хочу действительно сделать, да, одну общегеополитическую, а вторую, вот, непосредственно, детей касающиеся. Значит, стежки безопасенки у нас будут такие, мы сделаем их рядом, вот, они будут одни из других вытекать, ну, что-то, в общем, наподобие. По пешеходному переходу дорогу нам следует переходить, но только не путайте, он не свободу, он место дает, где должны пропустить. Вот это одна вещь. Через дорогу переходить следует осторожно, там ездят машины и могут сбить, жизнь потерять там можно. Самое главное, помни всегда, обрати на себя внимание, чтобы водитель увидел тебя и видел тебя заранее. Ну, такого рода вещи, а еще одна вещь, ну, так сказать, чтобы посерьезней, это, скорее, вот, знаете, посмотрел в новостях так же, да, ну, пусть в таких условиях, но все равно. Сирия, вот эти все теракты, честно, тоже не смог оказаться безучастным. Каким бы ни было желание правителей, каким бы ни было желание народа, оправданно не будет для родителей потеря сына, прерывание рода. Сегодня в новостях увидели картину. В Алеппо возле школы взорваны снаряды. И мать умершему наказывает сыну, тебе всего одиннадцать, не уходи, не надо. Неужто в нашей спешке повседневной мы напрочь связь с природой потеряли? Убийства массовые стали незаметны, кого-то где-то просто расстреляли. Научным достижением кичимся, бесполым воспитанием детей. Когда же, наконец, мы отрешимся от убивающих нас изнутри идей? Социология на все дает ответы. Ведь жизнь в итоге всех нас уравнит. Засилье определенного рода людей с ориентацией на планете арабская весна притормозит. У всех народов есть свои святыни, но главная из них – это семья. Подмена этих принципов чужими удачливо не будет никогда. Каким бы ни было желание правителей, каким бы ни было желание народа, оправдана не будет для родителей потеря сына при рывании рода. Вот такая вещь. Каждый по-своему отнесется к ней. Субтитры создавал DimaTorzok